Успехи, победы, достижения и чудеса Америки с Анной Топоровской Дорогие друзья, я вновь приветствую вас и теперь уже в рубрике God Bless America God Bless America God, Бог Сегодня эта фраза как никогда созвучна с темой, избранной мною для передачи Потому что сегодня национальный день всеобщей молитвы Ну и поскольку для Америки это тоже непростая тема Есть, есть повод и есть о чём поговорить Тем более, что мы, вот я, например, воспитанная во времена агрессивного атеизма Относимся к этой теме весьма осторожно Так вот, в Америке тоже религия отделена от государства Ну, на что я намекаю в слове «тоже» вы понимаете Однако, да, можно отделить государство от влияния на религию Но трудно отделить Бога от жизни любого государства Итак, Америка – страна толерантная Она создавалась или открывалась ещё Колумбом Вся территория Америки для того, чтобы тогда это было главным лейтмотивом Нести единобожие, нести христианство вот в эти дикарские земли Каковыми тогда являлись языческие территории Америки Но всё это было нелегко и не сразу И когда Америка стала превращаться уже в колонии То каждая колония в отдельности и все вместе Были, безусловно, ещё и под покровительством Епископальной христианской церкви Англиканской христианской церкви Итак, как бы ни предсказывали А предсказывают очень активно Америке в скором будущем доминирующей Нехристианскую часть Америки Пока ещё Америка – это страна христианская Но какова же её многоконфессиональность И какие конфессии действительно доминируют в прохристианской Америке И я, безусловно, оставлю место и другим религиям К которым Америка относится очень лояльно и толерантно Только в том случае, если эти религии и конфессии Не призывают к агрессии и уничтожению себе подобных Но вот что касается христианской Америки То здесь, безусловно, есть свои сложности А сложности заключаются в том, что на протяжении всей свободной С 1776 года и далее с инаугурации первого президента Америки Всё-таки та религиозная конфессия, которой принадлежал президент Чувствовала себя наиболее благополучно и господствующей Ну, так уж сложилось Надо сразу же отдать должное Что не случайно американская история Назвала Джорджа Вашингтона буквально идолом Человеком-эталоном с точки зрения президентства Он ведь не был, ах, какой образованный Он ведь не был, ах, какой незаурядный и талантливый Тут уж скорее значительно более талантливым и незаурядным Был Томас Джефферсон Который, да, действительно впитал в себя европейское и американское Но вернёмся к Джорджу Вашингтону Он был очень мудрым Он был житейски и американски мудрым Он был тем самым настоящим американцем С которого потом рисовали портреты Многих и многих американских государственных политических деятелей Что касается религиозной принадлежности То ещё совсем молодым он стал масоном Он вошёл в масонское ложе Случилось это в Александрии, где и теперь Есть масонский храм в честь масонства Джорджа Вашингтона Джордж Вашингтон был не единственным президентом, кто стал масоном Но ведь масонство – это религиозное братство Один из главных постулатов которого Терпимость, толерантность к выходцам из всех религий и всех конфессий И это означает, что главное в человеке – это то, что он верит в Бога А какой религии он демонстрирует свою веру, в общем-то не имеет значения Вот с этим постулатом ушёл в масонство ещё молодой и далеко до президентства своего Джордж Вашингтон И это он перенёс на уже своё президентство и идеологию Которая стала основополагающей у каждого американца в отдельности И всех американцев вместе Не случайно на том мемориале Джорджа Вашингтона, что является самым высоким сооружением в Вашингтоне Той стороной верхней пирамиды, что обращена к восходящему солнцу Написано «Лаус деус» с верой в Бога А что же касается, например, самого большого зала американского конгресса, американского парламента То над головой сидящего в кресле спикера Пусть это будет сегодня на энсипелозе, а завтра, дай Бог, кто-то другой Так вот над головой, тем не менее, написано «С верой в Бога» И американские купюры, как ни пытаются это оспаривать, тоже непременно должны содержать именно эти слова А каждый американский президент после Вашингтона и по его инициативе Завершая свою, кто короткую, кто длинную, кто содержательную, а кто просто пустую и помпезную инагурационную речь Последними словами обязательно говорит, упоминая Бога «God bless America» и «Да поможет мне Бог» Так что эта тема для Америки очень важная Из всех американских президентов только однажды в истории Америки президентом стал католик Это был Джон Фиджеральд Кеннеди И когда это случилось, то американская общественность сочла не огромное количество ежедневно приводимых в бассейн Белого дома любовниц О чём знала вся Америка, кроме самой Жаклин Кеннеди Не некоторую откровенную агрессивность по отношению к тому же Советскому Союзу Или, может быть, некоторая шапка закидательства А именно то, что президент-католик должен обязательно находиться под влиянием Папы Римского Под влиянием Ватикана А это уже признание коленопреклонённости Америки Уже тогда мечтающей о лидерстве во всём большом мире По отношению к Европе вообще и Ватикану и Папе Римскому в частности Католическая община Америки, а это конфессия крестьянская А не отдельная религия, как многие ошибаются Так вот, католическая община – это всегда очень сложная тема Сложная тема, потому что она, тем не менее, огромная и всё увеличивающаяся Учитывая, что Латинская Америка практически вся католическая Но она и, конечно, верноподданная в прекрасном смысле этого слова Европе и Ватикану И вот теперь, когда второй раз в истории Америки президент снова католик Причём можно констатировать уже, что по сравнению с Джоном Кеннеди Я не буду говорить о возрасте, это отдельная тема, больная для президента Джо Байдена Но по сравнению с президентом Кеннеди, безусловно, Джо Байден значительно более религиозный И в определённом смысле даже чуть фанатичный католик И та церковь, что находится прямо напротив Белого дома, церковь Святого Иоанна Которую посещали все президенты, а пока кроме, как названного Кеннеди Все были христианами, не католиками Все президенты были прихожанами именно этой церкви Независимо от, например, того, что Билл Клинтон был баптистом А кто-то посещал епископальную церковь Так или иначе, не посещая именно эту церковь Ссылаясь на то, что там был пожар Ссылаясь на то, что сегодня карантина, она очень маленькая И поэтому тесно друг к другу, но уже Джо Байден посещает католическую церковь Вот почему сегодняшний день – это ещё один раз не только молитва, но дискуссия На эту самую религиозно-конфессиональную тему Так или иначе, для тех, кто слушает меня за пределами Америки, говорю Во все свои этапы истории Тяжёлые и лёгкие в моменты блистательной экономики И даже, например, в моменты Великой депрессии Американец каждый в отдельности В своём большинстве был человеком религиозно-набожным Американцы, за небольшим исключением, не являются фанатиками религиозными Ну, оставим в покое там ультра-ортодоксальную еврейскую общину Или ультра-ортодоксальных тех же самых амиши-эмиши Которые тоже невероятно фанатичны в религии И уж тем более мусульман Которые тоже в Америке не столь фанатичны И значительно более толерантны к суниты, к шиитам Шииты к сунитам И все вместе к ибадитам и другим малочисленным частям исламского сообщества Так вот, в Америке принято быть религиозным Есть, конечно, конечно, есть атеисты И есть атеисты, очень громко о том заявляющие Но ни при каких обстоятельствах Америка не становится безбожной страной И это очень хорошо и порокой тому И сегодняшняя всеамериканская молитва И то, что Америка отмечает религиозные праздники Как иудейские, несмотря на малочисленность еврейской общины Так и, например, мусульманские не забывают Ну уж, конечно, христианские Включая и Рождество, и Пасху И многие другие праздники Так что в это сложное время И я завершая разговор, конечно, говорю ГАД! Делая акцент и ударение на это первое слово Блэс Америка Но и с верой в Бога И с надеждой на Бога Вот почему ГАД! Блэс Америка Но и ГАД! Блэс Ю И вам также желаю, чтобы с вами был Бог А значит благополучие С любовью к вам всегда ваша Анна Топоровская ГАД! Блэс!